СОЩАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ Рабочая площадка Александра – Твиттер, Фейсбук и ВКонтакте. Он считает, каждый СММщик должен знать функциональные возможности соцсетей, как создавать странички, увеличить лайки и размещать рекламу. Основные задачи специалиста – подготовка и размещение контента, мониторинг комментариев и общение в формате «Обратная связь». СММщик должен, во-первых, грамотно писать, во-вторых, ну хотя бы чуть-чуть понимать, о чем он пишет. В-третьих, СММщик должен быть спокойным человеком, потому что при работе с «Обратной связью» иногда очень хочется послать пишущего куда подальше. А нельзя. Нужно с ним вежливо, хорошо объяснять. Многие пользователи социальных сетей делятся своими впечатлениями о той или иной компании на своих страницах. В основном люди пишут о том, как их плохо обслужили или где-то нагрубили. СММщик должен не только реагировать на подобные комментарии, но и сгладить негатив с наименьшим уроном для компании. Есть обыкновенные тролли, которые приходят и начинают просто доставать, провоцировать. Ну а с ними есть два варианта работы. Либо так выстроить с ним диалог, чтобы он сам почувствовал, что он дурак и замолчал. Либо просто игнорировать. Ну ни в коем случае не удалять там комментарии, что-то негативное. Это самое последнее дело. Удалил негативный комментарий, он тебе накидает еще 10. Специалист по СММ должен обладать общим маркетинговыми навыками, иметь аналитическое мышление и быть стрессоустойчивым. Обязательные требования – это любовь к социальным сетям, общение с людьми и свободное ориентирование в интернет-пространстве. Нормальный СММщик должен иметь не только тактику. Тактика – это собирать лайки, размещать посты. А СММщик должен держать в голове стратегию. Что будет, если я вот это размещу, что будет, если я вот это размещу. Какой я получу оттуда отклик. Для Александра работа приносит не только удовольствие, но и заработок. В среднем специалист по СММ получает 150 тысяч тенге. При этом он может быть как фрилансером, так и сотрудником диджитал-агентства. В дальнейшем у СММщика есть возможность стать копирайтером или пиар-менеджером. В гостинице «Риксос Алматы» срочно требуются официанты, бармены, швейцары. Обращаться по телефону 300-33-41. Ресторан «Манго-суши» примет на работу мастера по приготовлению суши, официантов и уборщиц. Справки по телефону 350-50-70. Компании «Гарадж-такси» требуются операторы-диспетчеры, менеджер по работе с клиентами и водители. Информация по телефону 309-89-29.